Доброго времени суток! Подписчики и гости канала Фиалкин Островок. С вами Елена. Сегодня, девочки, хочу вам показать синецветковые рюшастики. И хочу начать вот с этого сорта. Это сорт Allin Electric Blue. Селекционер Вольская. Очень красивый сорт. У него такие красивые полумахровые белые цветы с голубыми разводами. А рюша зависит от температуры. У меня в прохладе рюшечка более зеленая и более широкая. А в этот раз сорт расцвел в тепле. И вот зеленой рюши почти не видать. Но такая интересная игра цвета. Серединки лепестков белые. И вот такое чувство, что цвет прямо как бы стекает к краям лепестка. И вот такие получаются красивые разводы. Сорт очень замечательный, компактный. Розеточка сама себя формирует. Листики ложатся ровно. И вот эта розетка на фитильном поливе. Но она небольшая. Такая довольно-таки компактная для фитильного полива. Такие мне вот размерчики средненькие очень нравятся. И всегда у этого сорта букетное цветение. Всегда шапочкой как не зацветет. Никогда нет больших цветоносов. Никогда цветочки не ложатся красотой на листики. То есть вот такая красотулька барышня. Расцветает как праздник прямо. Очень нарядный сорт. Очень хорошо цветет и при естественном освещении на подоконнике, и на стеллаже. То есть получается такой универсальный сорт и желанный в свою коллекцию. Иногда спрашивают. Вот все вы рассказываете о сортах для стеллажа, а для подоконника. Вот дорогие мои, для подоконника он очень подходит. Ему на естественном освещении еще даже лучше, чем на стеллаже. Поэтому если сорт понравился, и вы его приобретете, вы не пожалеете об этом. Все-таки камера не передает в полную глубину цвета, всю красоту. Все-таки немножко искажение идет. Но когда смотришь без камеры, как это вообще выглядит на стеллаже. Красиво. Очень красиво. Этот сорт у меня так и останется в коллекции. Расставаться с ним не собираюсь. Еще один решастик, который я вам уже показывала. Это фиалочка АВ, озерная фея, фиалка вода. Я вам пообещала показать, как она будет дальше себя вести на стеллаже после естественного освещения. На естественном освещении она дала часть цветоносов. Они были короткие, были на листиках. И вот она уже недельки две, наверное, стоит и раскрывает следующие цветоносы уже на стеллаже. Разница, конечно, есть, но небольшая. Практически незаметно. Получается, этот тоже сорт универсальный. Тоже подходит и для стеллажа, и для подоконника. Девочки, чем больше распускается сорт, тем он мне больше нравится. Рюши становятся большие. Сетчатый рисунок становится ярче. Такая вся прямо кружевная рюшастая девочка. Очень красивый сорт. Цветочки довольно-таки большие. Цветоносы их хорошо держат. Тоже такой сорт яркий. Между всеми фиалочками, как прямо вот яркое пятнышко такое с рюшечками. Нарядный сорт. Если кто думает приобретать, не приобретать, но, наверное, больше будет приобретать. Конечно, больше плюсов у этого сорта. И розетка тоже компактная. Тоже очень нравится. Стоит молодая у меня розеточка на фитиле. И вот так вот цветет таким букетом, такой шапочкой. Тоже очень хороший сорт. И всего скорее в коллекции он у меня останется надолго. Этого рюшастика я вам уже показывала. Это РС Дар Небес. Девочки, не могла опять не показать, не удержалась. Настолько красивый сорт. Настолько воздушный. Рюши прямо сплошное кружево. И тоже игра цвета. Хоть он должен быть по расцветке белый цветок с пальчиковым окрасом. Но где пальчиковый окрас? Где разводы? Где вообще светлые цветочки с химерными полосочками или пятнышками? Тоже очень красивый сорт. Очень нарядный. Очень кружевной. Ну вот сейчас, наверное, уже почти полный распуск. Уже цветов не раскрывшихся почти не осталось. Есть цветочки, которые недавно раскрылись и еще не выросли. И не нарастили огромные рюши. Тоже сорт хорошо себя чувствует и на стеллаже, и на подоконнике. Цветоносы вроде как не особо длинные. Цветочки не заваливает. Всегда можно рассмотреть каждый цветочек. Очень хороший сорт в коллекции. У меня, наверное, третий год. Цветет охотно. Очень охотно. Немножко отдохнет после омоложения или переукоренения. И опять радует кружевами. Так что тоже желанный сорт в коллекциях. Приобретайте, тоже не пожалеете. И вот еще один рюшастик. Мой любимый еще один рюшастик. Это сорт Светланы Репкиной омут. Я его, девочки, вам еще так и не показывала. У меня с ним все время какая-то беда приключалась. Последний раз, когда он был в видео. Это было видео про химический ожог. Вот прошло совсем немного времени. Фиалочка восстановилась. И отблагодарила вот такими густомахровыми цветами. Практически шарами. Широкой, бело-фиолетовой, гофрированной бахромчатой каймой. Цветы еще не в полном распуске. Они еще небольшие. Еще будут дорастать и превращаться практически в шарики. Сейчас они просто многолепестковые. Но когда полностью вырастут в полный размер, практически шары в рюшах. Даже лепестков не рассмотришь. Одна сплошная рюша кругом будет. Вот такая красавица барышня. Зеленца на бахромках присутствует. Но эта зеленца тоже зависит от температуры. Распускалась моя барышня на окошечке. При естественном освещении. Поэтому вот такие цветоносы небольшие. Но на стеллаже, конечно, длиннее. И цветочки так вот не стоят, а падают. Поэтому этот сорт лучше всего, конечно, для подоконников подходит. Но несмотря на это, я с этим сортом не расстанусь. Летом он у меня будет на подоконнике. На него светит утреннее солнышко. Задевает лучиками. И в лучах солнца краски еще ярче. Вот такая красавица девочка у меня еще есть. Спасибо, дорогие, за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok